правильно бояться и он вышел есть еще одна слова чува чтобы вы поняли и оно важно в этих стихах это слово пага это означает и когда он вышел что он сделал он пришел он не он не пришел какое-то любое место он специальное место пришел когда вы это встречаете вторые означает что там место которое уникальное это это конкретное место и мы начнем в бытие 28 глава 1 до 5 стиха не бери себе жену из-за чарей ганнанских и теперь мы начинаем опыте 28 10 11 и як уже вышел и в из-за сави и пошел в гаран и лайда и пришел на одно место или конкретное место если там ночевать потому что зашло солнце я же мы остановили здесь на минутку что интересно это еще когда он ходит обитованной земли солнце заходит и следующая часть туары будет когда будем читать это когда солнце встает и так он ходит эту темноту когда он уходит из-за темнота в обитованной земле и потом придет на это место где-то одно место находилось кто-то знает это гора где потом храм был построен он пошел пришел ту местность и взял один из камней того места и положил себе изголовье и лег на том месте чтобы поспать и мы видим когда якобы сейчас свои земли обитованы это сошелся во тьму и когда он ушел на 20 лет это как духовная темнота это слово пага это встреча но это специальная встреча и божественная встреча в том месте и так так он взял себе камень как подушку какой размер плата камни может какой-то большой камень взял но хочу вам показать эту местность где-то находилась через чуть чуть-чуть и что я еще хочу сделать это возвратиться это линия у нас есть это на столах сзади и вы можете приобрести для себя с того стола если вы не взяли на прошлой неделе мы находимся здесь Исааку 137 он благословил Иакова и Исава им было 77 Исаак еще прожил 43 года но он думает что он уже готов умирать но мы знаем когда Иаков ушел к Лавану и мы знаем что он там будет работать 7 лет и так ему было сто ему было 84 когда он поработал на чтобы заработать Лею и потом еще надо на Рахиль работать мы читаем место какое-то конкретное место это слово для места это Маком Маком означает место но в этом слове мы сначала это слово Кум это означает стать Иерусалим это где Христос стал и воскрес из мертвых Итак вот эта фраза Яков стал утром и он взял этот камень который использовал как подушку и полил масло на него и это слово Ха Эвен это Эвен это камень если мы пойдем на сам верх черный и красный Ха и Эвен это не просто какой-то камень вот Алаф Бейт Нун но это Алаф Тав мы знаем что Алаф Тав на еврейском это знак но что интересно это что Алаф Тав это также Отец это не просто какой-то камень это Алаф Тав камень что интересно это Псалом 118 это камень которого отвергли строители он стал этим краеугольным камнем вы видите это слово Эвен оно сделано с Алаф Бейт какое это слово? Алаф Бейт это какое слово? Ав означает папа Аба это Отец но вы используете это последние последние буквы и вы получаете Отец и Сын и то камень которого отвергли строители это камень который показывает отца и сына слово камень означает Отец и Сын пришли вместе и стали этим камнем здесь вы видите эту картину есть этот маск есть этот дом потому что это где Авраам хотел принести жертву Исаака это есть камень где Иакова Отец Исаак почти был убит его дедушкой Авраама это фундамент создателя где Бог создал все я не знаю сколько из вас когда путешествовали в Израиль эту храмовую гору что интересно это Иаков он леет масса на него и он называет его Бет Эл Бет это дом Эл это дом это дом Божий вы знаете это первый когда кто-то был помазан и первое что было помазано это камень и это слово для Мешия которое означает помазанник это помазание которое приходит с неба и как Иаков спал на камне Бог показал что это лестница которая идет к небу и мы очень часто знаем что сон означает смерть и что позже мы понимаем что это Мессия и его смерть и его воскресенье как он зашел и потом не шел что мы насечаем это местнее это где Господь явился Иакову в самый первый раз это самый первый раз ему это семьдесят восемь лет и так мы здесь они на есть эти звезды на небесах и потом есть эта лестница на небо бтия двадцать восемь двенадцать тринадцать и увидел во сне вот лестница стоит на земле а вверх ее касается неба и вот ангелы божьи восходят и первое они восходят и потом не сходят по ней и вот Господь Юве Хадви стоит на ней но проблема что нет этого слова оно на иврите надо вот читать ангелы божьи восходят солнце по нему и вот Господь стоит над ним и здесь мы встречаем это что Господь который превыше его и вот ангелы другие ангелы которые приходят и они восходят и не сходят и оно так прекрасно когда мы это все вместе видим что они думают происходит некоторые думают что это что какая-то измена и перемена что ангелы которые защищали обетовую землю уходили и те которые защищали его в этой другой земле когда он убегал то они меняли смены даже мудрецы не согласились они сказали что ангелы были над ним не над иакова но господь над ним и что интересно это что это было как ворота неба он говорит что это ворота бога это ворота неба но что интересно это в эту неделю во время мы читаем что упоминается это ворота неба и на этой неделе они опустили тех которые были захвачены и назвали это ворота неба и мы видим что иак видеть это ворота неба и мы называем как освобождение заложников тоже как ворота неба здесь мы читаем восходят и не сходят и читаем притчи 34 кто восходил на небо и не сходил все это это как-то непонятно нам надо спрашивать себя это где-то 3000 лет назад и он спрашивает кто восшел на небо я могу сказать инок да инок восходил на небо но потом мы так же читаем не сходил кто не шел с неба я думаю что интересно это что ангелы первое восходили потом не сходили а здесь в притчах мы читаем восходили потом не сходили кто собрал ветер пригоршни свои кто завязал воду в одежду кто поставил все пределы земли и нам надо задуматься и сказать это только бог мог так сделать это бог это все усыновил но не знал что он восходил или не сходил какое имя ему и какое имя сына его знаешь ли это как это что то что нам непонятно и как евреи называли богом ха-шем это означает что ха-шем это имя и здесь притча 34 и стих начинается с мем идет в левую сторону и заканчивается буквой та и что интересно это что в этой матрице и говорит не добавляйте к его словам не добавляйте к его словам в желтом где написано какое имя сына его ва ва ма это кто шем это имя бен означает сын вот эта фраза как зовут его имя и что интересно это что имя его ха-шем и имя его сына это ешуа здесь мы видим его имя и имя сына и есть рука в которой есть дух и здесь как бог сходит на человека здесь все в этом все мы видим его имя и имя его сына и духа и переводим иоанна 3 13 никто не восходил на небо как только шедший с небес сын человеческий суши на небесах я хочу что-то упомянуть сейчас через мы чуть позже об этом поговорим переходим из сайта 33 22 ибо господь судья наше господь законодатель наш господь царь наш он спасет нас это ювей хадвей это почему господь написано с большой буквы и потом переходим иоанна 1 49 51 нафанаил отвечал ему рави ты сын божий ты царь израилев иисус сказал ему в ответ ты веришь потому что я тебе сказал я видел тебя моковницей увидишь больше всего и говорит ему и сына из нога в ревам отныне будете видеть небо отверстия и ангелов божьих восходящих не сходящих к сыну человеческому это возвращается к этому сиху это сын человеческий это это лестница по которой ангелы не сходились восходили и потом данил 7 13 видел я в ночных видениях вот с облаков небесных шел как бы сын человеческий дошел до этого днями и подойден был к нему итак какое-то слово в белом сверху кто знает какое-то слово какое буква это юд и хей ве ве это ювей ханвей это господь каждая буква еврей это также цифра и буква юд это 10 потом 5 потом 6 5 и ве ханвей это цифра 26 мы также знаем это господь мы также знаем а лэф тав который означает первый и последний и что интересно есть две руки вы можете а лэф тав посредине это как рука человека который простирается богу из рука бога который простирается к человеку и один способ как не соединяется это тав и так ешива и это ю это 10 и потом 2 6 и это получается 26 вы можете а лэф тав когда вы это представляете как две руки это соединение вав это также означает 26 и что прекрасно это здесь есть юд это как рука вав это соединение которое соединяет небо с землей здесь есть сын человеческий который показан это что произошло на кресте на древнем еврите юд это рука вав это возди хэй хэй похоже на человека который говорит ва вот боже имя это гвоздь и рука которые показаны это заставит заставляет меня задуматься и возвращаемся в бытие 28 15 и вот я с тобою я сохраню тебя везде куда ты не пойдешь и возвращу тебя всю землю и что интересно это где мы читаем что я возвращу тебя всю землю это что этих похищенных возвратили не прекрасно ли это ибо я не оставлю тебя доколе я не исполню то что я сказал тебе когда яков или израиль ушел то ему было обещано что он возвратиться бытие 28 17 19 ибо я сказал как страшно себе место это не одно что как дом божий это врата небесные части торы это как они называли это операцию куда освободили похищенных и стал яков рано утром и взял камень который он положил себе изголовьем и поставил его памятника и возил елей наверх его и нарек ему место вефиль кто то думает что это произошло в городе вефиль хотя есть этот город вефиль вефиль означает что то где то произошло или что то был дом божий есть вефлием в соединенных штатах это не означает что вефлием в соединенных штатах и переходим исае 48 12 13 ювегадвей говорит послушай меня яков израиль призванием мой я тот же я тот же я тот же я первый и я последний моя рука основала землю и моя десница распространила небеса призову их и они предстанут вместе что интересно мне это когда еще был в саду его пред иуда предал и его спросили еще элиты я есть и они все упали на землю это то же самое слова потом исаев 48 16 приступите ко мне я из начала я был там и меня и перейдем на следующий стих тот же самый человек говорит приступите ко мне слушайте это я из начала говорил не тайно с того времени как это происходит я был там и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его есть Отец Сын Дух Святой они все в одном сиху здесь находятся Господь это Отец Дух Его это Дух Святой послал меня это самый лучший стих это показать Троинство Божие посмотрим Иоанна 18 4 6 Иисус же знает что все что с ним будет вышел и сказал им кого ищите ему отвечали Иисуса Назарея Иисус заврет им это я стоял же с ним Иуда предатель его и когда сказал им это я они отступили назад и пали на землю они он использовал Aleph Tav в это писание столько мне времени осталось не интересно ли это что дальше происходит будет Бытие 28 20-22 и положил Яков обед сказал если Бог будет со мной сохранить меня в пути всем в которые я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и я в мире возвращусь дом отца моего и будет Господь моим Богом тот камень который я поставил памятником будет домом Божиим и всего что ты Боже даруешь мне я дам тебе десятую часть интересно ли это это чуть-чуть может он о себе сильно много говорит все это про него если ты позабочишься о мне но это то место где потом дом Божий был построен потом Бытие 29 5-6 его новая жена Рахи он сказал им знаете ли вы Лавана сына Нахорова кто означает Нахор Нахор означает кто-то помнит что Нахор означает это это храп и они сказали знаем он еще сказал здравствуйте Леон он сказал здравствуйте и вот Рахиль дождь его идет овцами и кто означает что имя Рахиль означает означает как овца она была по сухам ее имя было овца овца Бтие 29 18-20 И Яков полюбил Рахиль и сказал я буду служить тебе семь лет за Рахиль младшую дочь твою Лаван сказал лучше дать мне ее за тебя нежели дать ее за другого живи у меня и служил Яков за Рахиль семь лет и не показать ему за несколько дней потом Бтие 29-22-23 Лаван созвал всех людей того места и сделал пир вечером же взял дождь свою Лию и вел ее к нему и вошел это первый мальчишник который упоминается Библии обытие 29-25-27 Утром же оказалось что это Лия я сказал Лавану что ты сделал ты со мной не зараги Лия служила у тебя зачем ты обманул меня Лаван сказал в нашем месте так не делают чтобы младшую выдать прежде старше окончить неделю этой у них праздник брачный был целую неделю и поэтому у нас есть во время этого праздника в Скине это происходит целую неделю окончить неделю потом дадим тебе и ту заслужбу которой ты будешь служить у меня еще семь лет других здесь мы читаем что перед Торой потому что еще нету этих законов в бытие но в бытие перед Моисеем перед тем как был этот закон дан мы видим как это неделя означает семь бытие 29 32 33 Лия зачала и и родила сына и нарекла ему имя Рувим что Рувим означает что Вем это видит о посмотри сын назвал вот сын Рувим дальше мы читаем потом сказала она Господь присел на мое бедствие ибо теперь будет любить меня муж мой и зачал опять и родила сына и сказал Господь услышал что я нелюбима и дал мне и сего и нарекла ему Симеон и что Симеон означает это услышать Шма о Господь слышит и поэтому я его назову слышать Бытие 29 34 35 и зачала еще и родила сына и сказала теперь то прилипется ко мне муж мой ибо я родила ему трех сынов от всего начало ему имя Леви что Леви означает это соединить или привести вместе все эти имена первые упомянуты в одном смысле в Еврите перед тем как появляется их имя еще зачала и родила сына и сказала теперь то я восхвалю Господу посему нарекла ему имя Иуда после и перестала рождать Иуда означает что это прославлять или восхвалять Итак Бытие 35 8 У Ли уже четыре ребенка и конечно Рахиль не нравится и поэтому она дала свою служанку Валу и родила Якова сына и сказала Рахиль судил мне Бог и услышал голос мой и дал ему сына посему нарекла ему имя да Хотя Вала родила его это Рахиль дала ему имя и это слово означает его имя означает сын Вала еще значила и родила служанка Рахиль другого сына Якову и сказала Рахиль борьбой с сыном боролся с сестрой моей и превомозгла и навекла ему нефалим нефалим означает борьба и потом Бытие 39 на 13 Лия увидела что пристала рождать взял служанку свою зилфу и дал его Якову жену и зилфа служанка Лина родила Якова сына и сказала Лия прибавилась и нарекла ему имя Гад и родила зилфа служанка Лия другого сына Якову и сказала Лия благо моему и благо жена будет называть меня женщины и нарекла ему асир это счастливое Гад это прибавилось и потом Бытие 38 и 19 сказала Лия Бог дал возмездие мне за то что я отдал служанку моему мужу моему нареклаймусу Исахар и еще сначала Лия родила Якова шестого сына Бытие 30 20 21 и сказала Лия Бог дал мне прекрасный дар теперь будет жить у меня муж мой ибо я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя Завлон потом родила дочь и нарекла ему имя Дина потом Бытие 30 24 наконец-то у Рахиля сын нарекла ему Иосиф сказав Господь даст мне другого сына и Иосиф означает добавлять я покажу вам некоторые стихи когда Исааку было 60 это когда Яков и Исаав родился это был год юбилея и у меня есть стих для каждого из них потом 21 23 от Адама Исааку 75 Авраам умирает Иакову и Исааву 15 и потом Исааку 100 это в году 21 48 Исаав женится на той который в Ханане живет им 40 лет Исааку 110 и И Исааву 50 когда Исаак 123 это когда Измаил умирает и Якову и Исааву 63 и Исааку 137 это когда он благословляет Якова и Исаава им уже 70 лет лет после того как у них это борьба за первородство им уже 77 и уже Исааку 143 это год 21 85 21 91 это когда Яков работает 7 лет за Рахиль и потом получает Лию ему уже 83 183 после этого будут год за годом Исаак уже 144 Исаак думал что он умирет вот здесь когда ему только было 100 что-то но ему уже 144 и Якову 84 когда Рувим рождается 85 когда Симон родился 86 ему 86 когда у него дети рождаются 87 когда Иуда и Дан рождаются 88 когда Нафтали 89 когда Гад 9 когда Асир и потом Исаакар и Зевлон а другой жены и вот следующие 7 лет ему уже 91 когда Дина и Иосиф родились и еще ему надо работать 6 лет чтобы получить этот скот и никто не рождается И Исаак в 97 когда борется с ангелом это еще одна таблица 20 лет он работал 7 лет у него не было детей потому что он еще не был женат потом другие 7 лет у него все дети и еще последних 6 лет он работает за скот и у него дети не рождаются и вот еще одна табличка это показывает возраст всех детей когда разные мероприятия происходили вот матеря вот их дети это сколько им лет было когда эти разные события произошли когда они ушли Лавана и Иосифу было 6 и Рувину было 13 и когда они убили Ивиты помните это когда они сказали сделать это обрезание и потом они всех их убили Рувину только было 17 а его братья было 16-15 конечно все бояли этих детей потому что они были страшные это сколько лет им было когда они продали Иосифа старшему было 24 а Иосифа было 17 когда его продали и когда они вошли в Египет это сколько лет им было и когда Иаков собирался умирать это сколько лет им было в то время это все математика когда мы читаем Тору можем понять сколько лет было во время этих разных событий итак Бытие 31 19 и как Лаван пошел стричь скот свой то что она сделала Рагиль похитил идолов которые были у отца ее Бытие 31 41 Лаван говорит вот так Яков говорит Лавану таковы мои 20 лет в доме твое я служил тебе 14 лет за 2 до 4 и 6 лет за скот твой а ты 10 раз применял награду мою Бытие 32 1 4 внезапно ему уже 90 и он встречается с этим ангелом Божиим Яков увидел и сказал это это оплачение Божие это такое тяжелое когда мы учим вторую часть Торы я так рад что первая часть совпадает второй части ангелы это армия Божия на земле мы знаем что Израиль это армия Божия но не только если это армия Божия на земле но также есть на небе и он на на реке вместо ему маханаин это означает две армии два царства две армии и послал Яков пред собою вестников брата своему Исаву землю Сеир в области дом и приказал им так скажите господину моему Исаву вот что говорит раб твой Яков я жил у Лавана и прожил до ныне мы посмотрим на это опять на следующей неделе кто был один из правнуков Исава кто был один из правнуков Исава как звали одного из правнуков Исава я вам сказал на прошлой неделе да Исав есть дом и один из его потомков был Амалик просто подумайте как близок Исав но его правнук это Амалик да я подумаю об этом кто был первый внук Иакова кто был Иакова первый внук кто первый упоминается кто родился первый кто имел детей первых Иуда напомните Иуда женился на на девушке с Ханана и у них было трое детей Ир Ир Онан и Шела и Ир и Онан они были жестоки и Бог их забрал их в одну жизнь и так в других словах кто был первый внук от еврейской жены с кем имел отношение Иуда и из этого был этот внук Фомар Фомар это была жена его сына и что произошло это были злые у них не было детей и она ждала чтобы Шела вырос и тот момент как Иуда опять имел отношения с Фомар после того он опять не имел отношения с ней когда он узнал кто она является и так у него были близнецы и как были именно близнецы это скажет то эти были внуки у Якова был Иуда Иуда имел отношения с Фомар и так это были первые внуки которые упоминаются в Библии Перец и Зера Зера означает семя и Перец это тот ломает и это будет очень важно напомнить Перец и Зера и это будет удивительно и мы поговорим об этом на следующей неделе так давайте встанем у нас будет перемена и возвращаемся будет прославление и потом перейдем вторую часть это будет самое трудное прекрасное учение Итак помолимся Господь наш Бог мы так благодарим Тебя что мы столько можем получить от Твоей Торы Твое Слово живое это документ который дышит и когда мы его читаем твою Тару мы должны понять что это документ который дышит мы можем понять твое сердце понять твой характер узнать тебя больше узнать тебя полностью мы не хотим говорить что Тора просто какая-то книга истории это письмо любви которое написано к нам от Тебя мы хотим читать ее как мы читали любое письмо и увидеть то что ты стараешься нам сказать так Отец мы так благодарим Тебя за тех которые здесь присутствуют здесь из Соединенных Штатов и вокруг мира те которые помогают нам этих приношений чтобы принести Твое Тору к разным народам это так нужно в этот момент мы благодарим за все что ты делаешь в нашей жизни Аминь Мессия благословен ты Господь наш Бог Создатель и Царь Вселенной ты благословил нас Торой Твоей правды ты благословил нас всем советом Твоего живого слова через силу Твоего Духа Святого через законченного дела Мессия Решуэ ты один посидел между нами жизнь вечную благословен ты Господь наш Бог Аминь Можете идти на перемену Наша честная царь ты прекрасный мы так тебя любим отец мы просто хотим помолиться от Твоих овц это Твои овцы овцы Твоего пасту есть многие которые поранены и мы хотим помолиться о них мы хотим хадатасовать за них ты сказал в твоем слове что ты ищешь тех которые будут хадатасовать за других и так мы хотим хадатасовать за тех за овец которые имеют эти физические раны эмоциональные психологические болезнь несмотря что это является мы хотим быть хорошими пастухами мы хотим заботиться о Твоих овцах мы здесь хотим заботиться о Твоих детей это все о том как мы можем служить Тебе мы также хотим помолиться тех которые имеют финансовые нужды мы просим чтобы ты открыл окна неба столько людей это эти дни нуждаются в работе в машине доме еди на столе несмотря что что то есть помоги нам помочь им мы даем всю Твою славу это время мы также хотим помолиться о нашем народе и те которые с других народов помолиться о своих политических религиозных воинственных лидерах можем чтобы Твоя воля произошла на небе как на земле что как на небе так на земле мы также можем помолиться об Израиле в это время чтобы ты окружил их своими ангелами чтобы ты защищал за меня это время когда золочников освобождаются мы так благодарны за это так мы молимся в этот момент чтобы ты сверхъестественно действовал мы благодарим тебя за все это в имя ищи аминь вы можете присесть спасибо группа прославления так прекрасно вы готовы кто из вас знает мне кажется все были хоть один раз на самолете и не говорите пристегнитесь и так я сегодня что вам надо на плечо тоже на плечо тоже пристегнуться и так я благодарна всех тех которые здесь те которые смотрят нас по интернету ник сказал что у нас больше чем тысячи людей которые смотрят нас по интернету у нас есть Германия с Канадой с Котландией с Кенни Джамейки из Израиля почти с каждого штата я хочу начать и сказать что те которые смотрят нас это первое служение вы знаете что есть второе служение я хочу чтобы каждый из вас если это если Бог положит на ваше сердце позвоните другу и скажите что им надо посмотреть вторую часть пусть они все будут на интернете и смотрят мы я верю что это предупреждение с неба я буду говорить о грядущем войне которая между Соединенных Штатом и Ираном это произойдет в следующем году Иран это Амалек и я верю что есть знаки в небе которые показывают нам что-то произойдет в следующую весну я хочу вам показать это исход 17.16 это мой первый стих потому что Бог Господь обещал что он будет иметь эту битву с Амалеком с народа до народа и так в каждом поколении будет война с Амалеком не физической группой но этой духовной Амалеком мы знаем что Гитлер был как этот Амалек его поколение но мы знаем что будет время когда Амалек не будет уже будет нет не будет этого духа Амалека я думала что это интересно что один из генералов сказал во время этой войны что защита Израиля работает Хамас в сердце Газы города первый есть Ярон Флинклман сказал вторник это что поколение это поколение победы я верю что это будет последнее поколение которое истребит Амалека пророчески потому что я верю что Мессия придет у нас будет это тысячелетнее царство будет это время мира я верю что мы закончим этот год дебилея и поэтому как первое поколение должно было ходить по пустыне с того времени как Израиль вошел в обиду землю уже поколение прошло и мы будем иметь победу над Амалеком откроем Данила 10 1 третий год Кира царя Персийского где Персия сегодня Иран было откровение Данилу которое назывался именем Валтасара истинно было это откровение и великой силы великой силы или великая борьба он понял это откровение и разумел это видение Переходим Данила 10 2 3 мы читаем эти дни я Данил был с этого не сколько 3 седмицы не дней вкусного хлеба я не ел мясо и вина не хватило в усаме и массами я не умножил себя до исполнения 3 седмиц дней и потом 4 5 стих а 24 день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел вот один муж облеченный леную одежду и честно его опоялся на золотом из ухаба на кого-то похоже на миссию на ищу и какой месяц это первый месяц нисан и что мы замечаем это Данила 10 12 14 но он сказал мне не бойся Данил с первого дня как ты расположил сердце твоё чтобы достигнут разумения не смирите я пред Богом твоим слова твои услышаны и я пришёл бы по словам твоим но князь царства персидского стоял против меня сколько дней 21 день ну вот Мигаил один из первых князей пришёл помочь мне и я остался там при царях персидских а теперь я пришёл возвеси тебе что будет с народом твоим после когда последнее время это видение для нашего времени это видение не было для его времени это было для нас здесь ангел боролся это царя персидского 21 дня это важно это год 2024 я это использую потому что прошлый нисан всё было идеально как мы находим тори нисан 1 будет новая луна потому что первая нисана мы недавно узнали что ангел явился 24 дня первого месяца что великолепно это что Данил начал свой пост 3 нисана и он начал потому что 3 плюс 21 это 24 и это когда он начал этот пост это когда он закончил пост но восьмое это было затмение которое начнет месяц нисан это знак с неба он создали для знаков начала этого года вот нисан 14 это пасха и так Данил постился во время пасхи он не мог его исполнять потому что он был в бабелоне но нам надо важно понять это в идее которую имел это что это все происходит во время нисана так что происходит этот год будет этот комет который тоже будет в пасху который мы не увидим и оно предсказывает что ожидает нас это почему 2024 год такой важный ангел хотел встретить Данила в этот день 3 нисана но не мог потому что это битва и так 21 дня он борется чтобы дать это слово Данилу это борьба которая происходит в небе во время нисана наконец он появляется и он говорит я хотел тебе явиться с самого начала что здесь читаем Данила 10 20 мы продолжаем и он сказал знаешь ли для чего я пришел к тебе теперь я возвращусь чтобы бороться с князем князем персидским и потом он возвращается на битву все это заметили и давайте посмотрим Исайя 24 19 20 земля сокрушается земля распадается земля сильно потрясана шатается земля как пьяный и качается колыбель и беззаконие тяготеет на ней она упадет и уже не встанет и продолжаем и будет тот день посетить какой день 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 господен посетит господь воинство восприняя на высоте это две битвы которые происходят Бог говорит я накажу те этих ангелов те которые борются против этих князей как Михаил видите эту битву и царей земных на земле и так есть две борьбы которые происходят одно что происходит на высоте или на небе и другая что происходит на земле это так просто понять это всего потом мы читаем и будут собраны вместе как узники в рот это тысячелетнее царство и будет заключена темницу и после многих дней будет наказаны и покраснеет луна и усыдится солнце когда господь словов посорится на аре сегодня в Иерусалиме и предсторично его будет слава это что мы читаем что он будет царствовать в славе тысячи лет и он всех приведет этот рот переходим по Липоменон 21 через год в то время когда цари выходят на войну это весна вывел я войско и стал изрять землю амонитян и пришел и садил раву когда цари выходят на войну во время весны в четвертом свиху после года началась война с филисимлянами пятый стих и опять была война с филисимлянами и было еще сражение в Гефе мы видим что весна это время войны мы должны знать времена и сезоны оно не говорит про эти сезоны как зима и весна оно говорит что весна это сезон для войны не только на земле но также на небе не то но также внутри нас у нас есть борьба внутри нас мы должны убить эту плоть давайте я вам это покажу судьи 5.20 где они боролись на небе израиль это как звезды но есть эти две битвы которые происходят на небе они происходят весной это видение которое Данил имел это все произошло вместе с Ниссан когда борьба происходит последние дни это в Ниссан это во время пасы это будет последняя война с Амаликом из Ирана и тогда неловидение последних днях когда будет борьба это было весна для нас когда был первый раз когда Амалик напал на Израиль это второй день Иара это апрель май это месяц Иар второй раз когда напал это тысяча лет спустя это 12 месяц Адар это где-то март апрель и в этом введении третий раз нападет Амалик это Ниссан это может быть март апрель начало мая это это время но это весной это мы читаем Библии когда цари идут на борьбу как Аман он хотел бросил жребий чтобы узнать когда напасть мы знаем что первая напада произошла в Иаре втором месяце и вторая напада была в Адар это 12 месяц это и последний напад напал на Малик он говорит давайте попробуем теперь Ниссан итак последняя битва я верю что она произойдет в следующем году во время где-то апреля битвы 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 они потомки лота и они поклоняясь Малеху читаем дальше числа 24 14 итак вот я иду вижу я но ныне еще нет зру его но не близко послует звезда от Иакова и восстанет жест от Израиля и разит князей и сокрушит всех сынов сифов и дом будет под владением теперь будет под владением врагов своих а Израиль явит сил свою прощавший от Иакова владеет и погубит старца от города и видел он Амалика и произнес притчу свою и сказал первый из народа Амалик это первый кто напал на Израиль но конец его какой гибель это пророчество которое еще не исполнилось мы видим как Амалик нападает на Израиль и оно так жестоко потому что это последний раз это его первая последняя попытка Псал 3 83 6 8 селение дома лотовы кто есть Исаав измаятяни Муаав и Агаряне и Гевал и Амон и кто и Амалик и филисимляне это все находится в Газе с жителями Тира и Иосиф писал к ним они стали мыслью для сынов лотовых и сынов лотовы поклоняясь Малеху и 3 19 Египет сделается пустыню и дом будет пустой степью за то что они притеснились но иудины и проливали невинную кровь жестокость означает это Хамас означает жестокость как они поклоняются Малеху они всегда проливают невинную кровь в тяне амонят тяне Хамас забрал детей бебичек они забрали старших это что Амалик делал в самом начале но Иерусалим остается навсегда от поколения до поколения Иерусалим так говорит Господь Бог беда единственная вот идет беда но конец пришел пришел конец стал на тебя вот дошла дошла напасть до тебя житель земли приходит время приезжается день смятения они веселые это день господин это испытания они веселых воскресаниях на горах вот скоро изолю на тебя ярость мою и совершу над тобой гнев мой и буду сидеть тебя по путям твоим и возложу на тебя все мерзости твои следующий стих тоже самое глава и книга вот день вот пришла наступила напасть жест вырос борьба разрослась Хамас произошел эта жестокость восстает сила на жест нечестие ничего не останется от них и от богатства их и от чума их и от пышности их бог сейчас избавиться от Хамаса навсена так давайте я вам покажу как это произойдет это маленькая табличка это мая 2023 я хочу вам показать как все совпадает по библии и я второй месяц это время войны это весна и мы замечаем что исходы 16-17 глава это второй месяц это один месяц прошел с того времени к ним вышли из Египта уже паса прошла они уже были пустыню месяц и как они вышли эту пустыню греха 15-й день ияра второго месяца исход 16-й день и двинулись из Елима и пришло все общество сынов израилевых пустыню Син что между Елимом и между Синаем когда это 15-й день второго месяца как мы знаем что это был шаббат очень просто читаем что библия написана второе сих и возраптало все общество сынов израилевых на Моисея и Иорона в пустыне вот они 15-е второго месяца у них должна была вторая паса вот они здесь это шаббат у них вторая паса и начинают роптать мы хотим еду покушать мы хотим насыщую еду так Бог дает дайте им мясо и посмотрим что происходит дальше Моисей сказал Моисей знаете когда Господь вечером даст вам мясо и пищу а утром хлеба досыта ибо Господь услышал ропот ваш который вы поняли против него а мы что не на нас ропот наш но на Господа я услышал ропот сынов израилевых скажи им вечером будете есть мясо а поутру насытитесь хлебом и узнаете что Господь Бог наш вечером налетели перепелы и покрыли стань а поутру лежали роса около стана что мы здесь считаем это в шаббат они получили перепел а потом в следующий день они получили ману и так у них была двойная часть 21 яра и это как мы знаем что это был шаббат потом исхода 17.3 они переводят лев 1 исхода 16.25.26 сказали если его сегодня сегодня суббота Господь сегодня не найдете его на поле 6 и собираетесь а в 7 день суббота не будет его этот день исхода 17.3 они опять у них опять ропот теперь они хотят воду и ропот говорят зачем ты вывел нас из Египта умереть жажей нас и детей наших и потом Господь говорит вот я стану перед тобой там на скале реве и ударишь шкалу и пойдет из него вода и будет пить народ люди ропчут и Бог дает им перепел потом они возмущаются про воду и потом они получают скалы и потом приходит амалик ропот всегда приводит к амалику видите что жаваот это следующая неделя дьявол не хочет чтобы вы чувствовали этот жаваот или мир он делать все что он мог в Египте он не хочет чтобы вы опять имели эту энергию шаваот и так он делает все что вы с его стороны чтобы вы не получили этот дух в третьем месяце вы знаете это месяц войны это когда война в 1948 году началась это месяц войны это в день когда борьба шесть дней произошла это тоже было 26 ияра и так ияра это месяц войны потом амалик приходит это что произошло 48 67 это время войны все это заметили и так год спустя мы уже назад ияре второй месяц но это уже второй год и мы числах 10 до 12 это все равно ияр это время для войны мы заметим что произойдет мы знаем что 15 это когда время Пасхи второго месяца мы замечаем что числа 10 глава что это второй месяц второго года и у них есть путешествие три дня у них был отпуск год у них был отпуск который продлился целый год тебе говорит встаете у вас есть это время отдохнуть мы идем на это путешествие три дня и потом они опять возмущаются то же самое месяц то же самое время и смотрим что происходит числа 10 11 14 во второй год во второй месяц двадцатый день месяца поднялся облако отсказания откровения и отправились на израиль по станам своим помните как они шли со всех этих сторон это как они шли из пустыни 17 и остановились облако в пустыне поднялись не первый раз по повелению господа данному через моисея поднято было первой с нами ста на сынов иуденых в облачении их над облачением их на сон на сон сын амонедава почему они были первые которые вышли потому что на сон это был первый который прыгнул это в воду когда они выходили из Египта он действовал в вере читаем дальше числа 11 1 народ стал роптать опять слуха господа и когда люди возмущаются и господь услышал и воспомнился гнев его и возорился у них огонь господин и начал исстрелять край стана и вопили к Моисею и Моисей помолился и огонь пристался они возмущаются огонь пришел и начал исстрелять их это тот день когда Израиль стал народом это день когда Израиль стал народом 23 яра это тот же день когда огонь божия упала и слепила их потому что они ропчут и это когда они опять суют народом тот же самый день теперь это уже второй все равно второй месяц есть разница с нашим календарем но это второй месяц это шестое саванна это яр до той недели и что здесь мы читаем числа 11 4 пришельцы между ними стали обнаруживать пригоди основные сыны Израиля сидели плакали и говорили кто накормит нас мясом что произошло в последний раз когда они это сделали год назад что им Бог дал перепел и теперь они опять ропчут о мясе то же самое время вы видите это время ропота и поэтому это также месть время битв смотрим что дальше происходит вот они возмущаются но мы хотим мясо так Бог им опять посылает мясо начинаем что дальше происходит через 11 19 20 не один день будете есть не два дня не пять дней не десять дней не двадцать но целый месяц пока не пойдет оно из назрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то что вы презрели господа который среди вас и плакали перед ним говоря для чего было нам уходить езипта потом дальше 4 числа 11 31 и поднялся ветер господа и принес от моря перепела и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на пять дня по другому сторону около стана и на два почти локтя от земли давайте поставить это перспективы это что этот перепел был три фута четыре сорок миль это сколько сколько это было потому что локоть это где-то пару инжев и поэтому у них было это два локтя которые три фута следующий стих 611 33 бесса еще было в зубах не было еще все день как днев господин возрелся на народ и поразил господь народ весьма великую язву вот приходит эта язва это тот самый день как шестидневная борьба вы следуете у них теперь у них есть перепел целый месяц и что происходит в следующий день потом мариам возмущается и это время это сезон чего это время возмущаться и великие битвы происходят в этом месяце надеюсь что это вам показал и доказал все это понимают это почему много верующих потерянны они не понимают времена сезона они говорят что они понимают но когда ты их спросишь по ER они сказали мы даже не слышим об этом месяце даже что происходит во время него не можем подозревать и поэтому у меня есть это где я говорю о каждом месяце и что это каждый месяц означает чтобы вы понимали в каком сезоне вы живете и какие битвы можно ожидать числа 12.1 упрекали Мариам и Иерон Моисея переходим числа 13.29 Амалик живет на южной части земли Хитей и Восей Амарию живут на горе а на ней живут при море и Иордана Бытие 36.12 заметьте это Фавна же была наложенца Лефаза сына Исавова и родился Элефазу Амалик я покажу вам кто родил кого это табличка вот здесь Исав ему 40 лет когда он женится Басамаз и Басамаз и Иуд Фавана это дочь Хития и Басама это дочь Илона это Дрой Хития это две дочи вы помните что Исаку и Ревехе это не понравилось и поэтому они благословили Иакова чтобы он пошел в бетонную землю и так конечно Исав не понял что это не понравилось его родители и так он женится на дочери Исмаила сестре не боит это его первых три жены и потом ему все равно что мама и папа думают и он женится на сестре это также дочь у них тот же самый отец он женится на хивите ее зовут Ахалия Бама и что потом происходит это недостаточно ему нужна еще одна жена и потом женится на другой дочери Исмаила и теперь у него дети рождаются Исав у них есть ребенок который называется Ада производит Иафаз и Ахалия Бама теперь рождаются у них Иус Алам и Кора потом мы встречаем у него есть внуки Атруал и Алафеза но если вы помните что Иак возвращается это следующая часть истории что происходит дальше Исав повернулся и пошел в Сир в Сир от своего брата Иакова помните когда вдруг Иакова возвращается недостаточно места для обоих нас и так он двигается в другое место вся семья 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 Исава собирают все свои вещи и переселяются в Сир и читаем Бытие 14.5.7 ну первое посмотрим на табличку вот Сир Сир вот целая группа людей у них есть семь сыновей и дочь Тимна это брат Лотан у него может были жены для всех этих сыновей но Лотан имеет пару детей но его сестра Тимна и что происходит они все переселяются куда в Сир итак Сир это хорит итак в 14.5.7 в 14.5.7 в 14.5.7 в 14.5.7 в 14.5.7 пришел к Доллару Мир это царь Вавилона и цари которые с ним поразили Рефаимов в Ашеров Карнаим Тузимов Гаме и Мимов Шаве Кириамфаиме и Харе из Ихсира до Элфанара что при пустыне и воскресившись оттуда они пришли к источнику Мешпат который ескадес и поразили всю страну амлектян и и так они переселяются Ханана потому что Иак возвратился они переселяются сюда в Сири и что потом происходит Элфаз кто такой Элфаз он половина хит хит и половина эдаментян когда они переселяются он решает что он хочет иметь жену и поэтому Тимна остает его наложницей у них есть ребенок от них рожается от откуда произошел Амалик и так что мы знаем про Амалика он чуть-чуть эдаментян чуть-чуть хитит и чуть хорит и если узнать кто такой Амалик это кем он является он не полностью едом да это правнук или внук Исава он чуть-чуть эдаментян один хитит и чуть хорит теперь мы понимаем Амалика но смотрите как Исав обращался своими родственниками он их убил истребил их заметили вы это в 14 в 14 году пришел Кедол Ламер и цари которые с ним и продели Рефаима а Шеров Карна с Узимом и вы заметили и в 13 они пришли из Сочи Кум Мишлан и так они истребляют все по пути их они туда переселяются и потом исправляются от людей которые там живут в погоде что произошло в Газе Итак читаем 2.12 А на Сеире жили в Корее Сеир это был принадлежал Хореям но остальные и Саввы прогнали их истребили их от лица своего и поселили с места их вот смотрите как они обращаются с семьей здесь Гора Сеир находится здесь в Иордане близко к Печне вот Израиль вот мы собираемся пройти через это но и хочу вы заметили где Гора Сеир это где Амалик родился он приезжает в место где все земляне живут потом Вавилон завоевает их и потом они забирают Иран это где-то история и Сеир происходит и Аман есть Амаликом Исайя 61.2 восстань святись Иерусалим и вы пришел свет твой и слава Господне взошла над тобой и во тьма покроет землю и мрак народы а над тобой его сияет Господь это не просто темнота как ночь но мрак моральная Исайя 60 18.19 не слышно более насилие или в Хамас в земле твоей Вау это прекрасно опустошение и разорвение в пределах твоих и будешь назвать цена твоей Ишуа спасение и врата твоей славы и не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светит тебе но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славы твоей это что мы ожидаем Луки 21.25 и будет замене солнце в луне и звездах и на земле уныния народов вы готовы затмение солнца это бытие 1.14 это для знаков 1.1976 сколько было затмений в Соединенных Штатах в то время как они стали народом в 1776 в Соединенных Штатах, в то время, как мы стали народом, в 1776 году. Восемь. Это все. Я скажу вам, когда они произошли. В 17-м столетии, потом 80 лет спустя, в 19-м столетии, потом 92 года спустя, потом в 20-м столетии только было 2, 38 лет спустя. И когда произошло, это 21 августа 2017 год. Это великие затмения. Кто-то помнит? Это самое первое. Самое первое. Полное затмение, которое было в Соединенных Штатах с того начала нашего народа. Были затмения Солнца, они пройти через Мексику и Соединенные Штаты, через Канаду и Соединенные Штаты. Но это был самый первый. Это один в Штатах году. Итак, это затмение показывает на народе, а затмение Луны – это суд над Израилем. Но это солнечное затмение означает, что будет суд над Соединенных Штатах. Давайте посмотрим, что нас ожидает. Будет 19-е затмение. Это будет 8 апреля 2024 года. 9-е означает «последнее». Это суд. Последнее. Итак, посмотрим на это опять. Посмотрим на 18-е, 17-е столетие. Помним, что апрель 8 – это Ниссан 1. Это показывает библейский календарь. Что произошло в этих первых два затмения? Это была война революции. И потом, в 18-е столетие, это была война в Америке. Потом, в 20-е столетие, война в Вьетнаме. И потом, есть предупреждение о следующем году. Я думаю, будет… Это очень великая вероятность, что будет война в Соединенных Штатах. И это будет происходить до 2044 года. И, как я говорил, будут знаки Солнца, в Луне и звездах. Когда затмение Солнца происходит в следующих пару лет? Первый Ниссан – 8 апреля. Потом все же будут на Рошашана. Потом будет на Ниссан 1. И потом опять на Рошашана. Бог, мне кажется, старается нам что-то сказать. Ниссан – это месяц Иуды. Это когда закат. И потом, с другой стороны, это завод. Идет от Иуда до Ефрема. Идет с запада на высок. И потом идет Рахиль, потом Лия, потом Рахиль, Лия. Здесь мы опять встречаем. Это происходит во время… Это Пасхи, когда это затмение Солнца. Но Ниссан 1 – это полное затмение. Тишри – это частичное. И потом Ниссан опять… И это происходит день. Мексика, Америка и Канада. Потом есть Пасхи, Чили, Аргентина. Потом есть Африка, Европа и Россия. Потом Пасхи. Потом есть это затмение Луны. Что мы встречаем? Это дни… Это где они будут видны. 18 сентября – это Лул 15. Это месяц перед Тишиной. Это время покаяния. Потом 14 марта – это дар. Это Порим. Это когда Амалик побежден. Порим обозначает Иран Хаза. Это Аманжел. Он Амалик. Потом Лул 15. Идет месяц покаяния к месяцу Амалика. И потом возвращается к Амалику, когда он побежден. Иран Газа. Итак, посмотрим, что у нас есть. Есть частичное затмение, полное затмение, полное затмение. Потом опять полное затмение. Я говорил на прошлой неделе, что полное затмение Луны. Здесь у нас есть три затмения в один с половиной года. И они все попадают на эти святые дни Библии, эти праздники. Вот, где они попадают. Это было… Было от Гада… Гад, Нафтали. Была Зилфа до Вала. И вот все, о чем мы говорили. По порядку все эти затмения. Те, которые… Солнечные и Луны. Мы видим… Это Иуда до Ефрема. Потом… Передает Нафтали. Потом опять Иуда. Потом Гад. Потом Ефрем. Потом Нафтали. Это порядок, как они… Ишли, когда они… Ишли на войну. И потом они шли по своим флагам. Число 10, 35, 36. Это еще нас ожидает. От Иуда до детей Лии до Гада. Потом от Ефрема. Потом Нафтали. Это, как они ишли. Это, как они стояли. И это по месяцам. Они… Ишли от Иуды. От Гада. Потом до Ефрема. Нафтали. И это… Порядок, когда все эти затмения происходят. Восьмое апреля. Ниссан. Первое. Это темнота. Это Пасха. Потом в следующем году. Это время покаяния. Потом Тиши 1. Ефрем. Потом… Потом возвращается к Иуде. 29 марта. В следующем году. 7 сентября. Потом возвращается к Ефрему. Потом опять возвращается на Нафтали. Эти затмения идеально, как они ишли на войну в числах. Что… Числа 10, 35, 36. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорит, «Восстание, Господи, рассыплись со враги твои и побегут от леса твоего ненавидящих тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратися, Господь, к тысячамам Израилы». Вот этот стих. Когда поднимался ковчег, то что Моисей говорил, «Стань, Господь, и рассыпься враги твои». А когда останавливался ковчег, он говорит, «Возвратися к Господь». Давайте я вам покажу, что на иврите написано, но на английском нет. Они в кавычках, которые похожи на рыб. Вот это… Это древняя буква, которая означает «рыба». Вот вы видите цветок, где вы читаете, видите эти две рыбки, и они украшают это местописание. И многие люди могли понять, что это означает «рыба», означает то, что живое прыгает. Если мы идем на берег, это живое, а это мертвое. Вот у нас этот цветок. Мы читаем «Восстань, Господь», и потом «Возвратися». Вот эта мертвая рыба, которая означает «Восстань, Господь», и он встает. И это говорит о воскресении Мессии. И потом вторая мертвая рыба означает, это когда он возвращается, и мы встаем или воскресаем. И это говорит, когда армия идет на войну, это почему христиане используют этот символ рыбы. Вот Моисей, он написал «Алев», а Давид по-другому написал. Как есть эти разные способы, как написать эти слова, то же самое у них было. «Луф» означает «бык», и вот затмение, которое происходило в Соединенных Штатах. Она похожа на букву «Алев», которую Давид написал. Первое в 2017 году, то недавно, которое произошло в 2023 году, и оно так. И потом будет еще одно затмение 8 апреля, и это будет на другую сторону, это первое Ниссана. 7 октября, это когда Хамас напал на Израиль. Это 7 дней перед затмением, и это показывает нам, что это время войны. Вот еще одно затмение, и это где оно пересекает другие два затмения. Сен-Антонио, это где-то происходит. Здесь каждое красное сердце означает, где люди торговли людьми для сексуальной эксплуатации. И это место, где самое большее торговли людей происходит. И смотрите, что Хамас ел с женщинами и детьми во время напады. Как время Ноя и Лота, было много насилия, это означает Хамас. Но говорят, это насилие, оно говорит о том, когда люди захищены, когда убиты, когда торговли людьми. Это все означает насилие. И потом есть этот сын Ноя, Хам. Это другая, где оно встречается, это Иллиной, это маленький Египет. Здесь вы видите маленького Египта, здесь Кайро. Даже есть Гошен, вся эта местность называется маленьким Египтом. Вот, эти разные города, которые также находятся в Египте. Также есть эта эмоциональная поддержка, которая называется египтянская. Это, где были отовладениями рабами. Это все, это происходило возле колледжа. Помните это? Это Хорос, это бог Египта. Это их символ. Это колледжи. И, чтобы вы увидели это, в 1906, когда этот колледж, знак, начал, это птица, что показывает это маленький Египет. И через время они опять взяли другой символ, это пирамиду. У них всегда была эта птица, как их не маскот. И, чтобы показывать, это живущий бог. И когда он умер, то он стал богом, что под водой. Это затмение. Здесь оно проходит через эту туговую людьми, людей, детей. И здесь маленький Египет. И это происходит в тот же самый день, когда три дня темноты произошли в Египте во время исхода с Египта. В то же самое время, я верю, что Америка будет нападана в следующем году. Нам надо быть готовыми. Но проблема в том, что мы не смотрим, куда мы должны смотреть. Бог сказал нам, смотрите вверх, не вниз. Так время проснуться. Но церковь говорит, дай еще пару минут поспать. Вместо того, куда мы смотрим? Луки 21, 28. Когда вы это увидите, поднимите вверх, потому что ваше искупление пришло. Если это повлияло на вас, дайте людям знать, что они должны это посмотреть. Потому что я верю, что война придет в Америку в следующую весну. Аминь. Извините, что чуть задержался. Давайте встанем, помолимся. Я хочу, чтобы все это поняли. Я не хочу быть как эта маленькая курочка. Как Иона и Нинева. Может, если мы покаемся, что-то изменится. Но чем больше людей молятся, Великая вероятность, что может что-то поменяется. Это серьезно. Мы раньше это никогда не видели. Так, Отец наш, Царь, мы благодарим Тебя, что ты даешь нам предупредение, что ты даешь нам 6 месяцев подготовиться. Я прошу, чтобы мы не были как Лот, чтобы мы не думали, что тот, когда Лот говорил, что он просто шутил. Но я прошу, чтобы твои дети имели глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы понять. Потому что ты так любишь своих детей, что ты им говоришь. И ты так любишь своих детей, что ты сказал, чтобы поставить свое имя на их, и не только их благословит. Да благослови Тебя, Господь, и сохраняй Тебя. Да преследи на Тебя, Господь, светом лицем Своим, и помилуй Тебя. Да преследи на Тебя, Господь, и дай Себе мир. Это самое прекрасное имя. И я, Hashem, и я. Спасибо.